Дорогие друзья, в предыдущем ролике я обещал вам пояснить, почему канал, собственно, называется Большая Евразия, Great Duration, и что это за мировой проект будущего, Большая Евразия. Как раз тема моего сегодняшнего ролика, моего сегодняшнего повествования, и будет отвечать на эти вопросы. На просторах Ютуба уже была определенная информация об этом, но, по-моему, она подана авторами несколько затуманенной, не совсем понятна. Постараюсь донести до вас ее более вразумительно. Лишь немного включив свою наблюдательность и мышление, вы сможете предельно точно оценить и понять, в каком из мировых проектов в данный момент уже втянута или втягивается ваша страна. Итак, друзья, на сегодняшний день вполне реально различимы шесть действующих мировых проектов проектирования будущего. Пожалуй, самый старый из них мировой проект под названием «План Соломона», который был рассчитан на 3000 лет от освящения храма Соломона в 1004 году до н.э. Прежде всего, план Соломона подразумевает наступление Вечного Царства Израиля во всем мире. Главной целью плана является исполнение Библейского Завета Всевышнего, который написан в Евангелиях и Ветхам и в Новом Заветах. Авторы и разработчики этого плана – древние халдейские мудрецы-каббалисты. Стоит отметить, что каббалисты – это не обязательно евреи или иудеи. Каббала, в переводе с иврита означающая «предание», «завет» – это религиозно-мистическое, оккультное и эзотерическое течение в талмудическом иудаизме, претендующее якобы на тайные знания, которые истолковывают законы мироздания, зашифрованные в тексте Торы. Напомню, Тора – это и есть Ветхий Завет или Пятикнижие Моисея. Из каббалы произросли практически все тайные знания посвященных, то есть практически вся эзотерика, а также три мировые авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам. Равинат Хасида в 1995 году провозгласил евреям о том, что Мащиах – это избавитель судьбы евреев, или, если рассматривать его сквозь христианскую оптику, Антихрист или вместо Христос. Так вот, они объявили о том, что Мащиах, которого вся иудейская община с нетерпением ждет, уже пришел и близится таки вечное царство Израиля, когда дом Иакова, прародитель 12 колен Израиля, будет пасти народы мира, как бесчисленная стада по завету Всевышнего. Образ проекта Соломона – победа царства раввинов и богоизбранного народа, то есть иудеев, а также тысячелетия субботы, то бишь тысячелетия шаббата по главе с Мащиахом. Символом проекта является британская монархия, как это ни удивительно, которая якобы ведет свою линию от израильского царя-пророка Давида. Главные исполнители плана Соломона – основанная в Нью-Йорке в 1843 году выходцами из Германии еврейская общественная организация «Бнайбрид» – «Сыны Завета». Изначально называлась по-немецки «Бундесбруде» – «Братья Союза». И до 1850 года документы организации были оформлены только на немецком языке, который очень внимательно, по сути, является калькой с идиша. И это непреложный факт, поскольку любой еврей или немец скажет, что они хорошо друг друга понимают. Эмблемой «Бнайбрид» является минора – еврейский семисвечник. По официальной статистике, уже в послевоенное время, то есть к 1950 году, в состав организации входило более 500 тысяч евреев. На данный момент эта цифра неизвестна, но можем себе представить, что она, наверное, в миллионах исчисляется. Срок исполнения данного проекта предполагается к 2040 году. Рупором этого проекта является, как его называют сами евреи, «Вечный жид» Генри Киссинджер, которому 27 мая 1923 года исполнилось ровно 100 лет. А также рупором этого проекта является журнал всемирно известный «The Economist», который на своих титульных страничках регулярно публикует рисунки Шарады с зашифрованными посланиями к умникам, которые пытаются их растолковывать. Этот трехтысячелетний план, вероятнее всего, подходит своему логическому завершению и постепенно покидает мировую сцену. Вспомним, как, к примеру, руководство уже позднего СССР дурачило людей о скором приходе коммунизма. Вот примерно по аналогии точно так же Равинат продолжает дурачить наивных иудеев, евреев рассказами о приходе к Машиахам, прекрасно зная о том, что Машиах уже был и ушел. А в чем же дело? Вспомним также произведение мастера Маргарита, а именно Воланда, который, глядя на москвичей тогдашней современности, говорил, да, что люди как люди, вот только квартирный вопрос их испортил. Вот так и Машиах, увидев, что тут творится, особенно в иудейской среде, был очень разочарован тем, что евреи забыли о том, что они представители, на самом деле, ближневосточной культуры древней, и они вдруг начали себя считать западом, с запредельным поклонением золотому тельцу, то есть безрассудной тяге к наживе, обогащению, ростовщничеству, массовому погружению в различные формы извращений или психических девиаций. Ведь именно самые грандиозные парады определенной направленности происходят именно в Израиле. В настоящее время религии все являются лишь средством одурманивания светлых голов людей и местом получения гешефта, то есть необлагаемой налогом прибыли. Все церковные заведения любой конфессии освобождаются от уплаты налогов. К тому же современная наука, ДНК-генеалогия, которую финансировали изначально сами иудеи для того, чтобы найти определенные свои корни и подтверждение писаний, вот эта ДНК-генеалогия еще называется геногеография. Она позволяет проследить историю расселения народов. Так вот, эта ДНК-генеалогия полностью опровергла иудейские писания и их представления о жизни, еврейской истории, которая на уши натянута через христианизацию всем народам мира. Множественные организации иудейского толка по всему миру продолжают по инерции просто играть в такую корпоративно-религиозную игру под названием иудаизм и богоизбранность. Пожалуй, это самая злая и долгоиграющая шутка, придуманная еще халдейскими мудресами многие тысячелетия назад, с которой приходится сталкиваться в истории оболваненной и одураченной международной еврейской общине. Агонию процесса отрезвления от религиозного яда представителей иудейской общины мы будем с вами наблюдать уже в ближайшее время. Второй проект называется «Новый Вавилон». Условно говоря, это последователи эгоистического тирана-богоборца «Хама Немрода». «Новый Вавилон» — это основной проект по захвату будущего, который разворачивается на территории и исходит из территории США. Прежде всего, это либерализм, переходящий в трансгуманизм. То есть, это переход от человека духовного, одухотворенного человека, которыми на земле еще осталась семья славянских народов, к новому полутехнологичному бездушному постчеловеку. В этом заключается суть трансгуманизма. Руководители, члены этого проекта «Новый Вавилон» — ельские иллюминаты, у которых символом являются череп и кость. Цель данного проекта — построение общества трансгуманизма, торжества цифровых технологий и освобождение от всякой духовности. Средство достижения цели — своеобразное, так сказать, оружие победы. Это конвергенция, то есть сближение когнитивных, информационных, биологических и нанотехнологий. Соответственно, это все, что относится к таким понятиям, как управление поведением человека и социума, искусственный интеллект, генная инженерия, чипизация, переход к киберчеловеку-гуманоиду и прочее. Концептуальная основа этого проекта — это доктрина алхимиков «Герметизм», построенная на учении Гермеса Тресмедиста. Из этого религиозно-философского магико-оккультного течения и выросла вся мировая масонерия, то бишь масонские ложи. Носители данного проекта — это нью-йоркская еврейская интеллигенция с мировоззрением вавилонского талмуда. Талмуд — это толкование к торе. Исполнители данного проекта — либералы, демократы, консерваторы Демократической партии США. По зламослу Збигнева Казимира Бзежинского, данный проект должен строиться против России, на обломках России и за счет России. Но, скорее всего, тут не столь правильно высказался Збигнев, тут имеется понятие «Руси», то есть гораздо больше понятия, чем понятие «России». То есть все страны, которые некогда составляли собой ту большую Русь. Срок реализации этого проекта, то бишь создания постчеловека, человека-трансгуманоида или просто расчеловечивания, к 2045 году. В одном из удачных иудейских ватиканском проекте в Украине местный КНЕСОД, цинично продолжаемый называться Верховной Радой, принял закон, согласно которому, начиная с 2023 года, разрешено создание искусственно-маточных инкубаторов, конвейеров по производству человека. Сразу же начинает вспоминаться всемирно известный роман Роберта Хаскли «О дивный новый мир», обитатели которого и были продуктами запрограммированного конвейерного производства. По желанию, в романе хозяева того нового мира могли производить элиту, касту альфа, среднее сословие бета и гамма, а также низшее сословие дельта и эпсилон. Дельта и эпсилон лишь отдаленно напоминали человека, то есть гомо-сапиенс. По поводу принятых на Украине законов по расчеловечению, по-моему, комментарии излишни. Рупоры глобалистов и данного проекта всемирно известный Жак Атали и его единомышленник, директор Европейского экономического форума Лаус Шваб, который уже озвучил идею, созвучную с Атали в «Духе трансгуманизма» в своей книге «Большая перезагрузка», изданной в 2020 году. Он в книге и не скрывает, что ответственно за человечество готовы на себя принять транснациональные корпорации. Но естественно, что таким, в кавычках, ответственным структурам для, безусловно, выполнения работы нужны в основном послушные трансгуманоиды, такие как Дельта и Эпсилон, из романа Роберта Хаксли. Главные носители и толкователи этого проекта Семито Хамитский, то бишь иудейский финансовый интернационал. Условный штаб проекта находится в частном, в кавычках, Ельском университете, который основан в США в 1701 году под девизом «Свет и истина». За партами этого университета протирали до дыр штанишки весьма известные нам люди, такие как Джон Керри и Джордж Буш. Цвета этого проекта, как и либерализма, синий-голубой. Также его закончили многие современные патриотические народные лидеры, такие как Алексей Навальный, к примеру, или вокалисток Иоанн Эльзы Славик Вакарчук и многие другие национальные герои. Итак, третий проект называется «Великая Европа. От Лиссабона до Владивостока или Москва-Третий Рим». Это единственный из существующих шести проектов, который выступает, условно говоря, удерживающим то, что было. Если остальные проекты являются проекцией по захвату будущего, то этот проект удерживающий. Как известно из практики житейской, из психологии, удерживающий, ну, во всех ситуациях, в житейских, там, политических, всегда теряет. То есть он проигрывает. Соответственно, и жить этому проекту также осталось недолго. Цель проекта – удержание старых порядков Папской империи Рима, то бишь Ватикана, которая существует до сегодня по всей Европе. Ну и не только. Носители проекта – старые королевские европейские династии, старая европейская аристократия, Габсбурги, Бурбоны, Гримальди, Гольштейн, Готорп, Романовы с основным мозговым центром в Ватикане. Реализация проекта возлагается на духовные ордена Ватикана, такие как Опус Деи, Мальтийский орден, Иезуиты и Тевтоны. В отношении вероучений проектам предусмотрено общее, единое для всех народов вероучение экуминизм, то есть единая религия, фундаментом которой является мораль иезуитов. Она заключается в том, выражаясь простыми словами, что ради достижения цели все средства хороши, то есть все дозволено на ихнем пути. Символы иезуитов Черное Солнце. Главная цель проекта удержания папской всемирной теократии Вечного Рима. Мозговым центром проекта выступает Ватикан. В проекте есть условные два ядра. Скрытое ядро это имперская канцелярия Черного Интернационала Тевтоны. Символ которых внимание Двуглавый Черный Орел на желтом фоне. Открытое ядро проекта, то есть видимое иезуиты. В настоящее время народы Большой Руси, то есть Старой Большой Руси, втягиваются в проект через деятельность Афонского Братства, у которой символом, как и у Тевтонов, является Двуглавый Черный Орел на желтом фоне. Без комментариев. Ватикан и международные иудейские организации, выражаясь юридически грамотно, стоят за переворотом на Украине в 2014 году. И сейчас Ватикан и иудейские секты, радикальные Хаббат и Хасиды, пользуясь моментом, стремятся уничтожить островок наших древних традиций православия, чтобы у будущих поколений выбить почву из-под ног, а также утилировать неугодное ненужное население. Ибо, как учит уважаемый Рэбэ, известен во всем мире под именем Булочник, царство вечной субботы, Шаббат, наступит тогда, когда на каждого иудея будет необходимо всего лишь 2800 Гоев-рабов, которые с радостью будут прислуживать своим богоизбранным хозяинам. Напомню, Гой — это не еврей. Стоит сказать, что первым великим магистром Мальтийского ордена был провозглашен в 1789 году император Павел. Именно за то, что помог гонимому в Европе ордену избежать уничтожения и поселиться в Санкт-Петербурге. Посвященными известными рыцарями Мальтийского ордена также являются известные семьи Западной Европы, многие политические деятели всемирно известные европейские, которые плотно связаны с такими рыцарями ордена, как, например, министр обороны Российской Федерации Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, Познер, Тимченко, Шведкой и многие другие. Вся эта непорочная связь Ватикана, то бишь Черного Интернационала и верхушки РФ очень напоминает нынешней ситуации конфликта самый настоящий сговор, договорняк по международному перегруппированию и, безусловно, отмыванию сумасшедших денег. Итак, четвертый проект называется Новый Халифат. Проект представляет собой Турция в лице Эрдогана и объявленное конфедеративное исламское государство. А это 61 страна мира ислама с общей конституцией, правосудием, законами шариата и с общей системой безопасности. Целью проекта является Всемирное объединение правоверных мусульман против зачерствелого материализма и индивидуализма Запада и бездушной тирании Рима, то есть Ватикана. Проект развивается в двух направлениях. Первое, окрашенное в черный цвет, это великий джихад, то есть война с неверными, с либерализмом, с трансгуманизмом, с великой Европой и так далее. Это запрещенное как террористическое государство Ирака и Леванта. Второе направление окрашено в красный цвет и оно представляется как государственный ислам с лидирующей ролью Турции. Концептуальное ядро проекта представлено рикатами, духовным братством суфиев, а практически выражено политическим исламом. Носителями проектом является мусульманская община Умма, а форма объединения халифат во главе с Турцией. Красный халифат со столицей в Стамбуле, как я уже вначале говорил, призваны 61 страна Азии и Африки северной, плюс 4 страны в Европе, которых к 2025 году на основе общей конституции создадут общий парламент, общее шариатское правосудие и общую безопасность. Пятый мировой проект называется Китайская Народная Республика и называется он Великое Единение Датун, как Сообщество Единой Судьбы Человечества. Проект Сообщества Единой Судьбы Человечества наследует тезис «Коммунизм – светлое будущее всего человечества». Согласно проекту, в центре находится Китай, а все остальные окраина или периферия. Исторический проект представлен даотскими мудрецами, конфуцианской бюрократией и тайными военными обществами с именем дракона. Главную политическую роль в наши дни играет структура Коммунистической партии Китая. Исполнение проекта намечено к 2049 году. Цвет проекта красный, а символ красный дракон в силе и блеске торжествующей на земле. Основная доктрина проекта «Новый шелковый путь сквозь Евразию» из драконов в Тевтоны в Центр ЕС образ победы проекта «Возрождение величия великоханцев как центра сообщества народов единой судьбы». И это по сути является китайской мечтой. Концептуальные наставники проекта «Даосы», а носители «Военные кланы дракона». Формой осуществления проекта является социализм с китайской спецификой. Итак, друзья, подытожив и отметим, что отличие одного цивилизационного проекта другого следующее. Это, во-первых, различные видения картины мира, во-вторых, различные системы координации знания, а также разные смыслы и ценности. Вот, друзья, мы и подошли с вами до последнего шестого проекта. Great Eurasia – Большая Евразия. Это единственный позитивный глобальный проект ближайшего будущего для народов не только Большой Евразии, но и всего мира. Это единственный из всех мировых проектов, который сохраняет одохотворенный облик человека в его божественном замысле и проявлении на земле. Друзья, а ведь еще совсем недавно весь континент единый назывался Асия в честь асов, династий и родов славяна генариев, которые обладали божественными знаниями и правили всеми народами Асии. И только лишь примерно с 15-16 веков сугубо по политическим мотивам с подачи католической церкви в Ватикан и произошло раздвинение единого названия континента на Европу и Асию, что с точки зрения мировой географии является нонсенсом. Ни один континент на планете не разделен никаким образом. Ни для кого не является секретом, что формальное существование марионеточных неокололиальных так называемых национальных государств находится в состоянии постепенной ликвидации. И на мировой карте довольно-таки ясно начинают проступать контуры глобальных игроков будущих проектов, о которых я только что вам рассказывал. В ближайшем будущем невозможен ни один так называемый национальный проект, будь то молдавский, армянский, украинский, татарстанский, польский, сербский и так далее. Проекты, ибо в одиночку не выжить никому. Уясните раз и навсегда, что все, что вы видите в СМИ, все, что вам рассказывают так называемые политики, это всего лишь спектакль для лохов, это игра. Это вот представьте, вот все, что происходило на сцене 95-го квартала, перенеслось в мировую политику. И вам с кранов телевизоров, в образовательной сфере, везде, везде, везде вот это все навязывается. Это глупость, это матрица, несуществующая, иллюзорная, вымысел и бред, в которую вас втягивают. Практически все, что вам рассказывали об истории в школе, в институте и так далее, фейк, вами просто искусно манипулируют и преднамеренно разделяют совсем недавно еще одну великую сообщесть народов. Касательно наций, рекомендую почитать книгу Леонтьева «Национальное государство как орудие всемирного разрушения». Один из основных теоретиков конструктивизма Бенедикт Андерсон определяет нации как воображаемое сообщество, целенаправленно сконструированные элитами искусственные образования, которые существуют лишь в человеческом воображении. Под элитами подразумеваются политики, писатели, певцы, художники и прочие, которые элитами не являются. Впервые термин нации использовался во времена французской так называемой революции 1790-х годов, но активно начал распространяться в 19-20-х веках, когда, собственно, и пошла мода на придумывание наций. Бенедикт Андерсон обратил внимание на следующий факт. Теоретиков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздражали. Следующий парадокс. Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, и субъективная их древность в глазах националиста, с другой. Любые националистические идеологии ущербны и преднамеренно внедряются в умы людей и способствуют дальнейшей дифференциации одного еще до недавнего времени единого общества. Концепции народного духа по отношению какой-то народности абсурдны и надуманы, поскольку их возможно применять только исключительно в отношении рас. Небольшие различия в пределах одной расы существуют лишь на этнокультурном уровне. Так мы можем наблюдать незначительные культурные особенности в пределах одного государства на уровне областей, кантонов, коммун или провинций. Между расами, безусловно, существуют более значимые различия, которые обусловлены особенностями физиологии и анатомии и особенно ярко проявляются на уровне морали и этнокультуры как стандартизированной системы организации инстинктов и эмоций индивидуумов. Возвращаясь к сути самого всемирного проекта «Большая Евразия», важно отметить, что любые попытки англо-американцев и Ватикана рассаживать в кресло своих марионеточных президентов, премьер-министров, оборачиваются для большинства стран и народов масштабными трагическими катастрофами, которые мы можем наблюдать с вами в нынешней ситуации. Именно так называемые политики этих шестерки глобалистов занимаются разделением и стравливанием бессмысленных войнах ни в чем не повинных людей. Согласитесь, ведь именно так называемые элиты и те силы, которые за ними стоят, англо-американцы и Ватикан, они простые люди заканчивают и начинают конфликты. Проект «Большая Евразия» является единственно позитивным из возможных проектов для семьи наших народов, поскольку соответствует объективным процессам глобальных трансформаций космических энергий, связанных с переходом из влияния эпохи Рыб в эпоху Водолея. Космическая энергия ушедшей уже эпохи Рыб была сконцентрирована условно говоря в Междуречье на территориях так называемого Большого Израиля от Нила до Ефрата. Космическая энергия эпохи Водолея в связи с изменением положения планет переносит земель Большого Израиля на земли Большой Руси. Это земли от Северного Великого Новгорода, Старой Русы, Волхова, Киева и аж до Алтая. То есть именно поэтому в проекте будущего Большая Евразия центральное место принадлежит Большой Руси и ее этнокультурному наследию, которое станет примером для возрождения человечности во всем мире. Противовес американскому проекту «Новый Вавилон расчеловечивание». Вот лишь несколькие предпосылки на пути реализации данного проекта. Например, земли Китая, которыми правил внук Чингисхана Хубилай и династия Юань, были в определенное время с Русью в одной империи, называемой И-Го, что в переводе с китайского означает лишь «Единое государство», а не то, что нам навязывалось из истории. А православие, подчеркиваю, не христианство, а именно то древнее ведическое православие, то есть древняя ведическая культура, с китайского языка переводится как «Правильное восточное учение». Большой Индостан славяно-Арии 5 и 3 тысячи лет назад в результате своих походов принесли старославянский язык санскрит и культуру, хотя сейчас в Индии и изучают полониальный английский язык, и Индия, как и Пакистан, находится в сфере Британии. Видите, это некогда единый Индостан, Британская империя расколола на две части Пакистан и Индию для того, чтобы стравливать единый народ, как сейчас стравливается в нынешнем конфликте или в Югославии. Ну, ничего нового не придумано. Внимательно изучайте какие-то исторические факты и просто проводите аналогии. Дальше. Скиф и Персии это те же родственные нам Скифа с ароматом народы. Поэтому сакральных обоснований восстановления того единства большой огромной Евразии более чем предостаточно. Тем более, что еще не так давно, буквально полторы-две тысячи лет назад, это Асия большая, которая является сейчас Евразией, и была единой огромной империей, которая управлялась единой славяно-арийской династией едиными родами. В доктрине национальной безопасности США есть пункт, который гласит о том, чтобы не дать никоим образом развиваться сильным государством-конкурентом в мире. Другими словами, за широкой американской белоснежной улыбкой, за демагогией о демократии, о помощи, о справедливости, стоит очень простая установка гадить и пакостить всем, кто не угоден. Глобально англо-саксонский мир живет в парадигме, которую сформулировал еще в XIX веке адмирал Мехен. Звучит она так. Не позволить объединиться сухопутной Евразией. Мы, англо-американцы, ни в коем случае не должны дать объединиться Европе ни с Китаем, ни с Россией. Наглядный тому пример современности это одурачивание с помощью дегенеративных немецких проамериканских политиков собственного народа и переход их умирающей промышленности на сверхдорогой американский сжиженный газ. В итоге за последние полтора года в Германии согласно статистических данных прекратили свою деятельность около 140 тысяч предприятий, причем многие из них выехали в США. В этом смысле США, Британия и Ватикан это настоящее инфернальное зло, приобретшее политическое и имперское государственное лицо на земле. Друзья, настоящим правителем, властителем своей земли может быть лишь тот, у кого есть стратегическое видение на многие десятилетия и гораздо более наперед, тот, кто знает куда и как двигаться, иметь четкий и понятный позитивный образ будущего для своей земли и живущих на ней семьи народов. И таким правом может обладать лишь тот, кто имеет на это сакральное право по крови по роду. В настоящем, искусственно созданном над государственными структурами конфликте не может быть ни победителя, ни проигравшего. Война это, образно говоря, повивальная бабка истории. Для территории Большой Руси это конфликт, своеобразное очищение и движение к чудесному преображению, к лидерству на пути воссоединения Большой Евразии, Большой семьи народов. Как писал еще в начале прошлого века генерал-лейтенант барон Унгрен, только Русь способна вернуть влияние в Европе, которая не так давно еще была славянской землей, возглавив поход востока против загнивающего и разлагающегося запада. Удел Руси всемирность, а всемирность подразумевает масштаб вечности во времени. Друзья, пришло время проявляться и действовать. Все предпосылки, в том числе и сакральной, без которых невозможное движение в позитивное будущее вперед, для этого есть. Друзья, подписывайтесь на канал, ваши лайки помогут продвижению канала, читайте материалы на наших сайтах, ссылках в описании под видео, приобретайте наши книги по алгоритму, указанному на сайтах, делитесь нашими материалами с вашими близкими, соратниками и единомышленниками. До новых встреч, друзья! До новых встреч,